Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Новый формат пространства для чтения. Центральная библиотека имени Крупской получила грант в рамках нацпроекта «Культура». Решить свой вопрос быстро, без бюрократических проволочек. В Самарской области заработал Центр управления регионом. Заслужили высокое звание своей работой. В Самаре наградили лауреатов Кубка боевой, трудовой и творческой славы имени героя СССР Владимира Чудайкина. В Самаре продолжаются поквартирные опросы жителей домов в квартале по улице Шверника. Здесь, напомню, хотят построить современный детский сад и благоустроить территорию. Во дворе должны появиться спортивные площадки, парковки для автомобилей. Помимо этого обновят освещение, пешеходные дорожки и установят лавочки. Мнение жителей на этот раз выслушала Ольга Павлова. В доме по улице Шверника 10 Татьяна Бакульна проживает 32 года. Детский сад, рассказывает женщина, планировали возвести на общей дворовой территории еще в 1988 году, когда росли ее дети. Тогда проект не реализовали. Сегодня жительница Самары искренне рада тому, что дошкольное учреждение все же может появиться. Конечно, за. И очень рада буду. Столько разговоров о повышении деторождаемости, демографии. А действительно, для детей же надо создавать и условия, не только разговорами. Жалко, что дети выросли, внуки выросли. Не придется мне в этот садик обращаться. Детские голоса нас будут и радовать, и аура будет другая совсем. Инициатива строительства детского сада жителей квартала в границах улицы Шверника в основном поддерживают. Правда, мнения среди опрошенных встречаются разные. С одной стороны, детский сад, конечно, хорошо. Дети и площадки, как мы видим. Но, с другой стороны, надо все взвесить. Если все будет реализовано как здесь, а не как-нибудь иначе, скажем так, то звучит заманчиво. Ежедневно волонтеры успевают зайти в несколько подъездов и опросить как можно больше жителей. Нередко выступающие против беспокоятся о нехватке парковочных мест в случае строительства детского сада. Но, увидев амбициозный проект на картинке, меняет свою точку зрения на противоположную. Территория окружающих будет обыкновенной. Будут парковочные места, расширение дорожного покрытия, детские площадки, соответственно, освещение, видеонаблюдение на детском садике. Ранее встречи с представителями инициативной группы жителями окрестных домов прошли в администрации города. В диалоге приняла участие глава Самары Елена Лапушкина, активисты Общероссийского народного фронта и представители профильных департаментов. Стороны договорились провести поквартирные опросы и узнать мнение каждого. В итоге проект благоустройства двора разработали с учетом строительства детского сада. Жители предложили обустроить во дворе детские спортивные площадки, добавить парковочные места, обновить пешеходные дорожки, лавочки и освещение. Я думаю, здесь как раз самый оптимальный вариант. Вот этот вот детсад, благоустроенные площадки. То есть тот самый вопрос, который говорит о том, что стальные проблемы у нас, в общем-то, решаются. Мнения разные, но основные мнения, конечно, за строительство, потому что благоустройство территории многим нужно. Ну и строительство детского сада может разгрузить соседние сады. И будет ясельная группа, кстати, что это является как бы тоже плюсом большим. Вместе с дошкольным учреждением во двор придет благоустройство по лучшему дизайн-проекту. Появится около ста парковочных мест и прогулочные зоны. Пока же волонтеры и представители городской власти продолжают поквартирные опросы жителей, которые еще не успели высказать свою позицию. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. И отремонтировали, и очистили от снега. После зимних осадков улицу Старозагора приводят в порядок в рамках трехлетнего контракта жизненного цикла. Работы проводит тот же подрядчик, который выполнял благоустройство улицы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Насколько качественно убирают снег, проверили наши корреспонденты. Утром самарцев на улице Старозагора встречают вычищенный до асфальта дорога и тротуар. За ее содержание ответственен тот же подрядчик, что и ремонтировал дорогу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Таковы условия контракта трехлетнего жизненного цикла. Чтобы улицу Старозагора от Советской армии до Ташкентской очистить от снега, дорожным службам требуется до двух суток в зависимости от метеоусловий. Пока выпадают осадки, работы продолжаются циклично. Ежедневно здесь задействовано порядка 10 рабочих, 3 трактора со щеткой, 2 погрузчика и пескоразбрасыватели, переоборудованных под Бионорд, 4 грузовика и 3 комбинированных спецмашины. После комплексного ремонта улицы задач в плане уборки прибавилось. Прибавились карманы парковочные, прибавились дорожные ограждения противопешеходные, прибавились пешпереходы с регулируемыми пешпереходами, в том числе. Вот, что еще? Естественно, требуется больше фронта работ, требуется больше техники людей. Тротуары на Старозагор очищают от снега как механизированно, так и вручную. Для предотвращения обледенения посыпают Бионордом. Качество работ контролируют ежедневно. В стесненных условиях, там где техника пройти не может, тротуары убираете вручную. Также вручную убираются остановки общественного транспорта и пешеходные переходы. Такой цикл работ будет повторяться после каждого снегопада. Жители качеством работ довольны. Меня все устраивает. Главное, ходить можно, в принципе, вот так. И у меня во дворе, где я живу, тоже каждый день практически выбираются. Поэтому, в принципе, я доволен. Тротуары чистенькие в городе, очень хорошо так. Работа кипит по всему городу. С начала недели в Самаре выпало 14 сантиметров снега. Из них 6,6 миллиметра за последние сутки. Нормальный снегопад для зимнего периода, для наших широт. Все дорожные службы работают на обеспечение проезда по дорогам города. Непосредственно основной объем работы делается в ночь. К 7 утра, к началу движения транспорта, люди на работу. Уличная дорожная сеть уже готова к работе. Она и поочищена, и обработана. Фактов обледенения, как таковых, у нас не зафиксировано. Для безопасности водителей и пешеходов прошедшей ночью городские улицы очищали от снега 227 единиц техники. Днем около 180. Число рабочих увеличили до 260 человек. Израсходовали более 500 тонн антигололюдных материалов, песчано-соляной смеси и бионорда. За сутки на полигоны вывезли 3200 тонн снега. Как отмечают специалисты, важно не только своевременность и качество выполнения работ, но и бережный, аккуратный подход к работе, чтобы элементы улично-дорожной сети служили горожанам как можно дольше. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События. Самарская центральная библиотека имени Надежды Крупской выиграла грант на финансирование по нацпроекту «Культура». На ее преображение федеральный центр направит 10 миллионов рублей. В библиотеке сделают капитальный ремонт и реализуют современный дизайн-проект. Масштабы грядущих работ проверила глава Самары Елена Лапушкина. И об этом расскажет Мария Левина. Деловое общение, мастер-классы, театральные постановки. Центральная библиотека имени Крупской уже давно вышла за рамки привычной тихой читальни. Это современный культурно-образовательный центр с коворкинг-площадкой. Благодаря нацпроекту «Культура» библиотека получила необходимое финансирование для того, чтобы и дизайн отражал внутреннее содержание пространства. 10 миллионов рублей федеральных денег преобразят старейшую библиотеку Самары уже в следующем году. То есть это всегда востребованное учреждение. И сейчас уже читатели очень переживают, чтобы мы сохранили дух центральной библиотеки, чтобы мы сохранили весь советский ампер, который здесь представлен. Дизайн-проект уже готов. В основном в зале стеллажи с книгами расположат по периметру и оборудуют мини-лестницами. Поднимая голову вверх, читатель увидит не только лепнину середины прошлого века, но и современные арт-объекты, огромные световые шары и крылья, которые символизируют полет, как яркую утопическую идею эпохи Возрождения. Идея была толкнуться от темы, в принципе, утопии социальной, которую мы прожили в какое-то время, и соединить это с такой еще культурным пограундом. Мы очень хотели, чтобы библиотека стала мечтой. Мечтой, которая есть крылья, у которой есть надежда, у которой есть вера в будущее. И есть то золотое сечение, к которому мы все стремились. В читальном зале можно будет в буквальном смысле воспарить над землей, погрузившись с головой в любимую книгу. Это позволит еще один арт-объект – парашюты, что особенно впечатлило главу Самары Елену Лапушкину. Она приехала в библиотеку, чтобы оценить масштаб будущих преобразований. Вот это парашюты такие. Сейчас библиотеку посещают 49 тысяч самарцев в год. Планируется, что после модернизации количество посетителей увеличится. В книжном фонде ждут новинок. Кроме того, нацпроект «Культура» позволит каждому гостю использовать бесплатно популярный электронный книжный сервис. О таких возможностях сложно было подумать еще несколько лет назад, не говоря уже о временах, когда библиотека только открылась, в далеком 1922 году. Тогда она располагалась на Венцико, чуть позже переехала в маленький домик на Самарской. И только в 1953 году, когда возвели пятиэтажку в духе сталинского ампира, на углу Самарской и Маяковского читальни отвели весь первый этаж. Сегодня она имеет 35 филиалов по всему городу, по которым и распределят читателей уже с начала следующего года, пока ведется ремонт. Открыть свои двери современный досуговый центр планируют уже в ноябре 2021 года. Мария Левина, Константин Головин. События. На должность генерального директора фонда капитального ремонта Самарской области официально назначили Александра Константинова. Назначение прошло по итогам открытого конкурса, проведенного Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Напомню, с августа 2018 года Александр Константинов был временно исполняющим обязанности генерального директора фонда. Самарцы объединяют усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Более 50 детских рисунков отправили врачам школьники областного центра. Работу разместили в городской поликлинике номер 3 Ленинского района Самары. Кроме того, дополнительную меру поддержки медикам оказали власти города, региона, волонтеры и заведения общественного питания. Ольга Павлова расскажет подробнее. Некоторые рисунки самарских школьников словно первые работы известных художников-сюрреалистов. Пациенты вируса изображены масштабно, в то время как врач в одиночку ведет борьбу против смертельно опасной болезни. Поддержать медиков в период пандемии решили ученики 132-й и 81-й школ города. Более 50 работ разместили в 3-й поликлинике Ленинского района Самары. Практически все работы, которые созданы детьми, они достойны уважения, любви и позитивного восприятия. Я думаю, вот в этот период нужна именно и такая поддержка нашим врачам. В период непростой педобстановки нагрузка на медиков колоссальная. Дополнительные меры поддержки врачам регулярно оказывают власти города, региона, волонтеры и заведения общественного питания. Медработникам передают средства индивидуальной защиты и продукты. Пандемия, которая обрушилась на нас, на самом деле, это наша общая беда. Ее нельзя сейчас делить на тех, кого она задела, кого может зацепить. Это наша общая проблема. И поэтому решать эту проблему надо нам всем вместе. Обстановка в мире очень тяжелая, и врачи работают на износ, поэтому мы всячески пытаемся помочь их, поддержать в это трудное время и как-то вот взбодрить их. Подобные акции традиционные охватывают все поликлиники города. Врачам действительно есть за что сказать спасибо. На заботу медработники также отвечают благодарностью. Но не забывают напомнить, победить вирус можно только коллективно. Усилий медиков недостаточно для борьбы с этим заболеванием. Необходима также активность масс в отношении того, что необходимо усиливать и социальную дистанцию, носить защитные маски, обрабатывать руки кожным антисептиком, потому что в основе все-таки лечения лежит профилактирование. А это очень важный момент в лечении вообще всей этой проблемы. Организаторы акции отмечают, поддержка медработникам в период пандемии будет оказываться повсеместно, вплоть до снятия ограничительных мер и режима повышенной готовности. Ольга Павлова, Сергей Баскин, События. В этом году в Самаре волонтеры акции «Мы вместе» обработали уже 6 тысяч звонков и обращений горожан. Добровольцы продолжают доставлять продукты, медикаменты, помогают и в оплате квитанции пенсионерам на самоизоляции. Перед тем, как отправиться к пожилым людям, волонтеров инструктируют, измеряют температуру, выдают набор из нескольких масок и антисептиков. Елена Малютина вместе с добровольцами доставила продукты инвалиду третьей группы, Олегу Петровичу Беляеву. И об этом наш следующий сюжет. Серебряные волонтеры акции «Мы вместе» спешат на помощь к Олегу Петровичу Беляеву, который сейчас в силу возраста соблюдает режим самоизоляции. Добровольцы привезли продукты и лекарства. Координатор отряда «Серебряный актив» Самарской области при Центре социальных проектов Татьяна Чигарева более шести лет занимается волонтерством. Привыкла моментально откликаться и делать добрые дела. Говорит, забота об окружающих и тот душевный порыв, который испытывает, всегда поднимает настроение. Помогать нуждающимся – это очень по-самарски. Ведь Самара – регион добрых дел. И чем больше людей будет готовых прийти на помощь, тем легче нам будет жить, тем лучше будет мир. Продуктовые наборы добровольцы передают в масках и перчатках, а также соблюдают социальную дистанцию. Олег Петрович Беляев – инвалид третьей группы. После перенесенного инсульта у него частичная потеря речи и парализована правая рука. Еще недавно он и сам был активным добровольцем серебряного возраста. Собирал продуктовые наборы, работал и на чемпионате мира по футболу. Сейчас соблюдает режим самоизоляции и рад каждой встрече с друзьями и коллегами. Спасибо большое. Ежедневно добровольцы серебряного возраста «Акции «Мы вместе»» принимают десятки звонков, отвечают на вопросы, принимают заявки на оказание медицинской помощи пожилым людям, которые находятся на самоизоляции. Обратиться в региональный волонтерский штаб «Акции «Мы вместе» за помощью» можно по телефонам, указанным на экране, с 9 утра и до 6 вечера. Или на круглосуточную федеральную горячую линию. Также работают муниципальные горячие линии во всех городах и районах Самарской области. Елена Малютина, Константин Головин. События. В России запустят программу льготные ипотеки на частные дома для молодежи. По итогам 2020 года продажи хлеба в стране могут увеличиться более чем на 60 тысяч тонн по сравнению с предыдущим годом. На вторичном рынке автомобилей наблюдается бум. Рост продаж продолжается четвертый месяц подряд и составил в октябре 12%. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. По данным Центробанка России, курс доллара на сегодня, 26 ноября, составил 75,47 рубля. Евро – 89,88 рубля. Нефть марки «Бренд» сегодня стоит 47,94 доллара за баррель. Нефть сорта «WTI» торгуется на уровне 45,09 доллара за баррель. В России запустят программу льготные ипотеки на частные дома для молодежи. Займется этим госкомпания «Дом.рф». Субсидированной ипотекой под 6,5% годовых можно будет воспользоваться для покупки индивидуальных жилых домов на первичном рынке. Деньги на программу выделят из прибыли госкомпании, а кредиты будет выдавать банк «Дом.рф». Пилотный проект субсидированной ипотеки может быть запущен в декабре. Планируется, что он продлится до 1 июля 2021 года. Программой смогут воспользоваться заемщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети до 19 лет. Ставка по программе будет такой же, как по правительственной программе ипотеки с господдержкой на покупку квартир в новостройках. Такими же предполагается сделать и лимиты. До 12 миллионов рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 миллионов рублей в других регионах. Срок кредита должен не превышать 20 лет, а первоначальный взнос быть не ниже 20%. По итогам 2020 года продажи хлеба в России в натуральном выражении могут увеличиться более чем на 60 тысяч тонн по сравнению с предыдущим годом. В Российском Союзе пекарей сообщили, что это стало первым ростом продаж хлеба за последние 5 лет. Рынок вырос и в денежном выражении. По оценкам Союза пекарей, за январь-сентябрь продажи хлеба увеличились на 2,9% до 552 миллиардов рублей. На фоне снижения доходов в кризис изменились приоритеты потребителей, которые стали чаще покупать сытные продукты. По данным Росстата, во втором квартале 2020 года реальные доходы россиян упали на рекордные 8,4%, а в третьем квартале на 4,8%. Рост продаж на вторичном рынке автомобилей продолжается четвертый месяц подряд и составил в октябре 12%. Более того, с начала этого года в России уже было продано 4,5 миллиона машин с пробегом, что почти приблизилось к показателям за весь прошлый год. В октябре россияне купили 588 тысяч поддержанных автомобилей. Многие клиенты, опасаясь роста курса, обращают внимание на свежие модели с пробегом. Но если раньше вторичка дорожала через 2-3 месяца после рынка новых машин, то сейчас все происходит более стремительно. Заметная часть машин находится у дилеров. Это то, что люди сдают в трейд-ин, чтобы получить хоть какую-то скидку на новую. Других же скидок сейчас нет. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. В Самарской области по поручению президента Владимира Путина открылся Центр управления регионом. Он поможет оперативно решить вопросы каждого жителя. Один из инструментов – инцидент-менеджмент. В ней аккумулируется обращение граждан из социальных сетей и направляются в соответствующие департаменты. В регионе уже большой опыт работы с такими обращениями. О результатах новой системы взаимодействия народа и власти репортаж Сергея Кизоркина. Остановка на улице Тухачевского напротив 80-го дома появилась несколько месяцев назад. Но местные жители уже привыкли здесь ждать свой транспорт. Раньше до ближайшей остановки приходилось идти не менее 15 минут. Теперь она совсем рядом. Горожане отмечают, остановка была необходима, ведь рядом строится несколько новых жилых домов. Очень удобно, потому что, во-первых, здесь не останавливался транспорт. Открыли, ну, получается, дом издался, и сейчас вторая очередь сдается. Без нее вообще было неудобно, потому что остановка либо вверху Тухачевского, либо внизу на Пензенской, далеко очень идти. Также сделали пешеходный переход, тоже очень удобно. Пассажиры 13-го трамвая до недавнего времени выходили из транспорта на остановке дом печати практически на дорогу. Сейчас павильон установили в безопасном месте. Недалеко от старого расположения, рядом с жилыми домами. Остановочную площадку заасфальтировали, сделали тротуар. Местные жители рады переменам. Во-первых, не выходишь на дорогу. Во-первых, дорога далеко, а там выходишь сразу, машины не все останавливаются. А здесь все как раз хорошо. Эти изменения случились после того, как жители обратились к городским властям через социальные сети. Такой способ заявить о своих вопросах становится все популярнее. Подключились к общению в социальных сетях и органы исполнительной власти всех уровней, ресурсники, управляющие компании, перевозчики, подрядчики и другие службы. Не остался в стороне и городской департамент транспорта. Первое направление, что касается непосредственно обращений, когда где-то что-то просят нас подвинуть. И второе направление, это когда идет комплексный ремонт дорог. Там где-то могут делаться парковочные карманы, где-то может быть идет уширение. Ну, это вот пример, допустим, Старозагора, Нововокзальная, когда делали. Там тоже чуть-чуть двигали остановку, вот чтобы, исходя из того, чтобы сделать перекресток более удобным и пропускал, чтобы он больше транспорта. Ну, и в той же мере, чтобы не учимить и пассажиров. Все обращения жителей Самары и губерний в соцсетях аккумулирует система «Инцидент-менеджмент». Она централизованно отслеживает и реагирует на отклики по проблемным вопросам. Федеральные эксперты оценивают эту работу в регионе на высоком уровне. В день обрабатываются, рассылаются по инстанциям и находят свое решение до 200 обращений. Теперь система будет более глобальной. Она стала одним из инструментов нового центра управления регионом. Он призван помочь жителям региона, быстро исключив бюрократические проволочки, обращаться к органам власти и контролировать качество ответов. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. Подготовка к городскому этапу конкурса юных инспекторов дорожного движения прошла в 83-й школе города. В мероприятии приняли участие ученики 2-го класса начальной школы. Не так давно ребята стали победителями в районных соревнованиях среди агит-бригад ЮИД. Теперь готовятся к участию в городском смотре и вновь стремятся к победе. С юными инспекторами дорожного движения встретилась наша съемочная группа. А теперь слушай и запоминай. На дорогу всегда соблюдай ПДД. Театрально шутливо в игровой форме. Именно так ребята рассказывают о вполне серьезных вещах. Соблюдение ПДД в границах с самарским дворов и черте городских магистралей. Ученики 2-го В-класса 83-й самарской школы победители районного конкурса юных инспекторов дорожного движения. Сейчас они готовятся к главному событию этого года – соревнованиям на городском уровне. Хотелось бы пользоваться случаем, конечно, отметить школу номер 83 промышленного района, поздравить ребят с победой и дальнейших успехов пожелать. В начале смотр провели на уровне школы. В конкурсе на лучшую агит-бригаду ЮИД приняли участие школьники с 1 по 5 класс. За победное первое место соревновались более 20 команд общеобразовательного учреждения. Лучших определяли по множеству критериев – декорации, костюмы, сценарий, дружная коллективная работа. Не только родители участвуют, все родственники, бабушки, дедушки, тети, дяди – все помогают, чем могут. Мы готовим реквизиты, сценические костюмы, готовим сценарий. Это же ведь наша авторская работа. Соревнования юных инспекторов дорожного движения проходят в рамках реализации программы повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара. У нас в дневниках нарисован план маршрут от дома до школы. Мы знаем все дорожные знаки, которые встречаются у нас на пути. Мы учимся во втором Б-классе. Мы юидовцы. Наш отряд называется «Ребята нового века». Мы юные инспекторы движения. Мы пример для сверстников. Мы учим и рассказываем о правилах дорожного движения. Мы участвуем в КВНах, рисуем, встречаемся с малышами детского сада номер 131, выступаем в конкурсах юид, поем и танцуем. Городской конкурс юных инспекторов дорожного движения пройдет в конце ноября – начале декабря этого года. С учетом эпидобстановки мероприятия проведут в формате онлайн. В Самаре определили лауреатов Кубка боевой, трудовой и творческой славы имени Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина. Кому и за что вручается эта награда, расскажет Лариса Шалафаст. Кубок боевой, трудовой и творческой славы имени Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина получает общественное объединение. Среди них областные отделения – Союза журналистов России, Союза архитекторов, Союза театральных деятелей, Союза писателей России, Союза композиторов России. Эта оценка и Союза композиторов, и Творческих Союзов очень нам дорога, потому что мы живем одной жизнью и помним Одну Ивановича. Союза журналистов России, журналисты во все времена были всегда на передовой, остаются и по-прежнему на передовой. Спасибо, что есть такая традиция, год назад зародилась, вручать вот этот символ, символ участия, сочувствия, неравнодушия. Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин попал на фронт в 44-м, служил танкистом. За время войны сменил три боевых машины, три экипажа. В одном из боев погибли все его товарищи. Удалось спастись только ему. Отличился в боях у стен Рейхстага. После демобилизации пришел работать на Куйбышевский металлургический завод имени Ленина, где трудился 40 лет. Несмотря на преклонный возраст, Владимир Чудайкин продолжал активную общественную деятельность в составе Совета Кировской районной общественной организации ветеранов войны и труда. Он до конца, до последних дней своих служил своему народу и своей родине. Он постоянно был в строю, он постоянно встречался, рассказывал и учил наше молодое поколение надо, как любить свою страну, свою малую родину, Самару, своих родных и близких. Я считаю, что этот человек достоин больших почестей. Общественная награда Кубок боевой, трудовой и творческой славы имени Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина учреждена в прошлом году. Ее вручают за работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения и сохранение исторической правды. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин